Итак, всем привет! И это второй выпуск бесплатных программ из App Store для Mac. Всё то, что показывается в данной рубрике, можно найти в App Store бесплатно. Поехали! Новый софт из App Store. Первое. Final Video Player. То есть это бесплатный видеоплеер, который поддерживает тоже абсолютно все форматы. Я уже говорил в предыдущем выпуске про Pod Player, всем знакомый. Есть ещё парочка плееров, альтернатива QuickTime, альтернатива плеерам с торрентом. То есть это всё бесплатно, это всё можно использовать и всё можно найти в App Store. Я пользуюсь Pod Player, меня полностью это устраивает. Дальше поехали. Hidden Bar. Интересное приложение, то есть вот его настройки. Приложение, которое скрывает неиспользованные значки, то есть делает меньше статус бар. Особо актуально для компьютеров Mac в 13 и 14 дюймовых моделях MacBook Pro. Если много значков в статус баре, просто это доставляет дискомфорт. Можно переместить вот этот указатель, зажав Command. То есть я сюда перемещу. Вместе с настройками будет скрываться. Насколько удобно вот это вот. То есть мы берём, перемещаем сюда, допустим. И у нас скрывается всё, что от Bluetooth. Давайте вот в громкости Bluetooth остались. Вот зажимаем Command и можем менять. Меня в принципе устраивает, если это настроено вот так. То есть у меня язык, батарейка, Wi-Fi. Всё. Также в настройках... Сейчас я закрою. В настройках есть автоматически скрывать иконки через 10 секунд. Допустим, ну можно выбрать ещё время. Давайте 5 секунд выберем. Вот мы открыли, что-то там поменяли-поменяли. Bluetooth включу. И вот он скрылся, видите. Вот давайте подойдём. Оп. И всё. Крайне полезная. Программка можно выбрать, чтобы она запускалась. Вместе с системой Start Hidden Bar When I Login. Вот. И всё. Крайне полезная программа для 13 и 14 дюймовых моделей. MacBook Pro, MacBook Air. Вот. Поехали дальше. Диск О. Но это я ещё даже не запускал. А, подключить облако. Можно подключить любое облако. Как вот в этой программе. Дальше. Unzip One. Бесплатный. Бесплатный. RAR архиватор. ZIP архиватор. LIB архиватор. То есть все форматы он поддерживается. Он абсолютно бесплатный. Да, мы можем на Mac'е разархивировать ZIP архив стандартными средствами. То есть в системе Mac OS есть свой распаковщик. Но если нам, например, с Windows присылают люди архив с расширением RAR. Это вот программка незаменимая. И бесплатная. G-App Launcher. G-App Launcher это у нас расширение для браузера Safari, Google, Chrome. То есть вот я открываю Яндекс. Ну вот теперь уже ZIN. Вот я нажимаю. Мне нужно зайти, например, в YouTube. Я в YouTube. Мне нужно перейти в поиск Google. Я в поиске Google. Мне нужно даже переводчик, если мне нужен. У меня вот переводчик. У меня все вот. Google новости. Пожалуйста. Google новости. Что касается почты. Вот наша почта. Вот такое расширение, скажем так. Полезное расширение. Auto HD FPS for YouTube. Это тоже расширение для браузера Safari. Вот такие вот полезные расширения и программы в нашем втором выпуске бесплатных программ из App Store для Mac. Работает как на Intel, так и на AMD. Можно все найти в App Store. А если ролик понравился, ставим лайк. Подписываемся на канал. Делимся видео с друзьями. Подписываемся на ZIN. А также на Telegram. Всем пока. До встречи.